Леется кровь и во Украине. Радобеспеки ААН, не глядяши на дипломатичный протест российской делегации, Рашуча осудила вчерашний обстрел террористами автобусу с мирными жихарами, в вынику якого загинули 13 человек и еще 14 отрымали ранения. Трагедия боевиков, однако, не спынила. На дворот, они только усмыцнили обстрел украинских позиций. Усевала шлыков. Автобус трапил под обстрел, аки вёлся по блокпасту, каля въезду местачка Волноваха, подобное, аки в выпадку с малазийским боингом, сепаратисты оперативно поведомили у социальной сетки про удалый обстрел украинских позиций. Коли стала ведомым про трагедию, заявили, что ихные артилеры на темнопрамку в уголе не працевала, а керавництво Украины драговало неоткладно. Я подпишу указ про черговую хвалю мобилизации. Упевнены, что украинский народ подтримает гэтая решения, и мобилизация будет проведена поспехово. В связи с террористичной атакой мы мусим еще больше узмацнить обмежевание для перехода линии размежевания. Узведение фортификацию, что мают оборонить от контратаков сепаратистов, амаль завершенная. Хотя еще не кальки тынёв тому Порошенко обязал вести на случайное становище, коли ситуация на Усходе погуршится. У отказ боевики только узмацнили обстрел украинских позиций. Решки Донецка к аэропорту, бои за який ведутся уже многие месяцы, фактично озравнялись с землёю. Але украинские войсковцы працягивают утримлювать свои позиции. Тем часом сепаратисты отримали новое узброение, кого немае украинское войско. Сегодня незаконное избройное формование у першиню за час конфликта уже 220-мм тяжкую огнеметную систему залпового огню ТОС-1 Буратино. Огонь вяли по околицах местечка Веселая. Сепаратисты натурально бачат ситуацию иначе. По одлії, гэта украинские войски одновляют наступ, а Киев в уголе не контролюет силовиков. Про гэта боевикам небыто поведомили командиры украинских доброохотницких батальйонов. Какие бы громкие заявления мы не слышали сейчас Киева, как они склонны, они не контролируют ситуацию и не могут справиться. Более того, на уровне общения командиров подразделений, то есть представителей этого батальона, а еще нескольких, в частности Айдар, они говорят, что они не намерены выполнять приказы Киева. Перемовыш в формате Украина, Немеччина, Франция и Россия откладены на невядомый термин. Неясно, те отбудутся и не в околе. По культу, украинский ураг сподеется, что ее развяз признает ДНР и ЛНР террористичными организациями. Усила Шлыкова, Белсад.